По проекту строительства ДУК ЦУПНОЙ ЛЭФ от Шульбинской ГЭС до ПС-220-110-3510-16 кВт на подстанции 28 с выполнением расширения ОРУ-128 кВт в Шульбинской ГЭС и реконструкция ПС-220-110-35 на подстанции 28. Проводится в частности в городе Семей. Представители заинтересованных организаций прожжены в протоколе. Общие сведения о районе проведения работ. Целью строительства объекта ДУК ЦУПНОЙ ЛЭФ является обеспечение прогнозируемого роста нагрузок в данном узле в связи с подключением новых потребителей для компании ОСК, как следствие увеличения потребления мощности на 200 мг. в связи с прогнозируемым ростом потребления в Абайском районе, в частности, будет последующая реконструкция дороги Айадос. Мы будем передавать дополнительные мощности. Трасса проектируемой линии проходит по центральной части Краснодарской области, граничит на западе Сабайским районом, на северо-западе структуре города, областного подчинения семей, на северо-востоке Суланским районом, на востоке Кокпетинском районе, на юго-востоке Старопоградским районом, а на юге Сайгостском районе. Вся трасса ВЛ-220 переустраивает в существующей линии ВЛ под номером 241. Производится расширение РУ-220 кВт на ШГС и реконструкция РУ-220 кВт на подстанции номер 28. Протяженность линии составляет 142 километра. Сейсмичность в зоне прохождения линии составляет 7 баллов. Небольшая вступительная речь. Проект выполняется на основании задания на проектирование заслуживших работ по объекту строительства ДУ-220 кВт, выданного представителем АОСК, или как называется еще БЭСК. Выброс и расширение трассы до ДУ-220 кВт, производится, выполняется проектом АОТОМ-нерго-проект, проектированный организацией. При прохождении линия пересекает автодороги межгородского назначения железную дорогу, реку Ушар, несколько линий 10 кВт, также линии 35, 110, 320 и 500 кВт. В согласовании перехода пересечений на линии 220 кВт были получены Симиржлы, это автодороги, ой, железные дороги, прошу прощения. Сказ автожелом, это про пересечения автодорог, оригинальных отношений, также собственниками, таким, например, как шар-цемент, беркут, аур-проект. В мероприятии по снижению отрицательного воздействия охраны объекта сферного воздуха на период строительства, на период строительного монтажа работ на любом объекте санитарно-защитной зоны не устанавливается. Проведение расчета рассеянных приземных приземных деконцентраций производительных веществ в атмосфере показывает, что проведение строительных работ в нормальном режиме создает приземные концентрации, превышающие 1 кДК. Атмосферный воздух объект подоставлен одной промышленной площадкой для сечения организованными источниками выброса в атмосферу на 2023 год. К основным источникам изобретения атмосферного воздуха на период строительства являются земляные работы, разгрузка энергетических материалов, сварочные работы, работа деревоопорабатывающего станка, гидроизоляция, лакокрасочные работы, работа атмосферного воздуха и работа компрессора. Выбор вредных веществ в атмосфере на период строительства составляет... Сейчас, на секундочку, составляет у нас... Так, 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 одну секундочку, пожалуйста... Сейчас, одну секундочку, составляет... Объем охота составляет примерно 10 тонн в год, остатки красочных материалов, агарки, сварочные электроды, смешанные коммунальные отходы, строительные отходы вывозят из спецорганизации на полигон ТБО. Есть письмо согласования вывоза мусора на КИМАТ местного района. Это Жернинский областной КИМАТ и... Абайский областной КИМАТ. В процессе строительства объекта вода используется на хоз бытовые нужды, производственные нужды для петиловых нужд, работников, развлеченных в строительство. Источником технических хоз петиловодоснабжений является привозная вода. Объем технической воды на период СМР, согласно ресурсным сметам, составит примерно 300 кубических метров. Хоз петиловой вода также привозной. Расход петиловоды на период строительской работы составляет... 904 кубов лёд. В данном разделе МООС предусматривается расчёт выбросов загрязнения ЗВ, это... Загрязнение воздуха, да? При строительстве 200 млэд и 12 кВт, что выбросы загрязняющих веществ составляют 1,9 тонн в год. Строг следствий работ 18 месяцев. Начало ноября 2023 года, окончание июля 2025 года. Значит, при своём прохождении ВЛ-220 кВт пересекает дороги, так и между железнодорогу, реку Шар и сопутствующие линии 35, 110, 220 кВт. Значит, на период строительства также к источникам шума и вибрации относится работа по транспортам. На период эксплуатации источники физического воздействия отсутствуют. После выполнения всех работ должно быть выполнено комплексное восстановление нарушённого баланса территории, в том числе элементов зеленения. Ну, это как посев трак. Воздушная линия электропередач является экологически чистым способом передачи электрической энергии и не имеет никаких выгодцев в окружающую среду, а также не оказывает никаких давлений на состояние вводных объектов. На участке перехода номер 24 через реку Шар берега обрывисты. Высота обрывов по обе стороны реки доходит до 2-2,5 метров. Ширина долины реки около 60 метров. Ширина русла реки около 30 метров. В пойме и долине реки производства прорастают кустарники и древесной растительности. Течение реки спокойное, постоянное, весной течение бурное. В осенне-весенний период пойма реки подтопляется. Глубина воды в реке 1,8 метров. Пересечения с рекой Шар находятся между опорами. Длина перехода составляет 315 метров, что соответствует нормативным разработкам по пересечению любых рек либо препятствий и не оказывает никакого влияния на водные ресурсы. Охранное загрязнение. При строительстве до 7-го лет отсутствует из КГС до ПС-28 с выполнением расширения зонтровых подсанкций для снижения воздействия на кроличную среду площадки разгрузки и хранения сапочек материалов будут ограждаться. Лакокрасные материалы будут доставляться в герметичной паре в опаховке и будут храниться в специальном помещении контейнерового типа. Отходы производства в процессе проведения работ образуются отходы, которые вывозятся на специализированные предприятия для утилизации. Текущий средний ремонт, а также техническое обслуживание машин и механизмов, требующих привлечения специализированных рабочих и оборудования, предусматриваются проводить на существующих базах. Нормативы образования отходов рассчитаны согласно предложению номер 16 приказу Министерства охраны и производства среды от апреля от 2006 года под номером стопы. Методика разработки проектов с нормативом предельного размещения отходов производства и потребления. Строительные отходы Количество строительных отходов применяется по факту образования. Ориентировочное количество образования строительных отходов 0,4 тонны на период строительства. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства это применение технических исправных машин и механизмов, орошение открытых грунтов и разгружаемых стопочек материалов при производстве работ, организация участков мойки колес и дни черта транспорта на въездах с территории с повтором использования собранной и отстойной воды, вывоз разработанного грунта мусора в специальные отведенные места, укрытие грунта мусора при перевозке за транспортом. Технологические площадки будут отсыпаться грунтом, содержащим низкое количество полевидных частиц. Выполнение земельных работ с организацией пылеподавления, увлажнение поверхностей, укрытие тремящееся здание противокурным экраном. Работы по укладке плотного слоя асфальтного покрытия и попытке полотна битумом производятся готовыми разогретыми материалами без организации приготовления в зоне строительства. После появления строительных работ проводятся мероприятия по восстановлению нарушения территории. Организация сбора временного хранения отходов на специализированной оборудованной площадке и своевременный вывоз отходов места захоронения и утилизации. Выводы по результатам проведения оценки воздействия на округляющую среду. Расчет приземных концентраций загрязнений веществ показал, что на период строительства максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам не превышают 1 ПДК в пожилой зоне. На строительных площадках токсичных отходов не образуются. Прилегающие территории и территории строительной площадки во время строительства эксплуатации убираются и поддерживаются в чистоте. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что период строительства не оказывает существенную воздействие на экологическую основу района. Курману Альяна Аратовна, Управление природных ресурсов. Договор с мусором. С какой организацией? Вывоз отходов. Это будет заниматься строительным компаниям. Площадка для вывоза мусора согласована с этим атомом в области города. Так, и здесь еще второй вопрос. Река Шар. Вы его затрагивать вообще не будете? Водоохранную зону не нужно? Нет. Водоохранная зона. Мы выходим за пределы водоохранной зоны. Для реки Шар она предусматривается около 300 метров между опорами. Между опорами. А от реки, да, а зона ширина 60 метров. Да. По 30 метров с каждой стороны. Заключения с БВИ были на экспертизу? Да. Заключения все получены. БВИ, потом вот это захоронение, потом памятники, которые все-все-все есть. А археологическое... А археологическое... Да, археологическое хозяйство. Да, археологическое хозяйство, красная книга, на аэропорт, на аэропорт. И все, все, которые перечень есть у нас со всеми согласованиями есть. Все, в принципе, вопросы сняты. Вопросов нет. У вас вопросы есть? Линии железнодорожной... Как этаж, вот, да, линии железнодорожной. Да, железнодорожную линию мы пересекаем. Получено технические условия на пересечение железнодорожной линии. Все условия были выполнены. Получено последующее согласование о переходе через железнодорожную линию с ОКДЖ. Кроме нее, там еще с ОКДЖ были пересечены, тоже получено согласование. Да. И вот эти 35 кВт, линии 10, с РЭСами тоже все переходы согласованы пересечены. Там габариты все соблюдены. Да. Поэтому между проводами... Сколько людей будет привлечено? Привлечено... Да, будет сколько людей будет привлечено? На период строительства, я так полагаю, где-то около 30 человек, ремонтников и строителей. Они будут... Они также будут у нас регулироваться по... 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 Проектам организации? Да, да, да. То есть, это... Строектно-монтажная организация будет определять точное количество линии, но по предварительным расчетам, проектам, это около 30 работников, включая ИТР и монтажников. Это одномоментное обживание во время работы, да? Да. Вопрос у меня по поводу привозной воды. Угу. У вас там не отражено, как будет листакт привозной воды и для каких целей используются техническую воду? Техническая вода используется для омывания транспорта, либо же для технического персонала, там, допустим, не имеется в виду, где-то нужно землю, допустим, растить, чтобы не было меньше пыли, либо нужно какие-то какие-то другие мероприятия. А сама организация воды заключается в том, что мы будем заключать, заказчик будет заключать договор с водоснабжающей компанией, которая будет доставлять воду на стройку. Техническую? Техническую питьевую воду. Это сам заказчик будет уже вводить? Да, то есть он будет введен договор на предоставление... На поставку питьевой воды. Потом по поводу орошения. Спасово-санитарных форм для орошения используется вода питьевого качества, не техническую питьевого качества, не техническую питьевую воду или очищенная. Хорошо, это все. Представляем договор, мы учим, что на данный вид в работе необходимо будет отразить питьевую воду. Получается, бригада приезжает, отрабатывает, свои отходы они собирают, и собирают, вечернее время отъезжают на местное назначение, да? На зеленую пункту. По не вечерам, а по... Договор же будет, на вывозе договора. Нет, договор, ну они же, получается, они будут собирать, увозить с собой уже, они не будут нам оставлять же. Нет, нет, по завершению в данном месте работ, значит, работники собирать за свой мусор и вывозят на дыролах. Да, да. Нет, там что-то не то. Вот, то есть, там же, возможно, будет просто организация идти, работ, как сказать, сменная, сменная лица. Поэтому про вечернее время это лучше всего узнать во время договора. Но, опять-таки, сам принцип строительства ЛЭП, это установка опор с последующим переездом на другое место для обстановления опор. То есть, здесь закончили, собрали мусор, увезли, перечисли на другое место, там начали работать, опять собрали мусор, увезли и так дальше. Ага, все понятно. Еще есть вопросы? А представители онлайн, у вас еще есть вопросы? Вопросов нет. Ага. Добрый день. Спасибо. Олег, еще добавите что-нибудь? Слушания закрыты, вопросы все сняты, исчерпаны. Проголосовала, да. Два этих слушаний. Один недель. Ага. Ага. Все получается, слушания закрыты. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.